Здравствуйте, друзья! Ну вот, наконец-то мы и собрались для того, чтобы продолжить разговор про применение теории вероятностей к базам данных. Я вас приветствую. У микрофона, как обычно, Фёдор Самородов. Я работаю преподавателем в учебном центре «Специалист». И моя специализация — это Data Engineering, базы данных, SQL, ну и всё, что крутится вокруг обработки данных. Если у вас потом появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь мне писать, добавляйтесь в друзья. А также, если вам понадобятся мои демонстрации, примеры или базы данных, которые я буду показывать, то напишите мне электрописьмо, и я вам это всё пришлю. Мы продолжаем разговор про применение теории вероятностей. И напомню, главная идея, главный смысл всего этого заключается в том, чтобы перейти от детального представления, от атомарных данных, вот от простой выборки, к какой-то полезной описательной статистике, которая оперирует уже не отдельными строками, не отдельными позициями, событиями, фактами, а целыми тенденциями, группами, какими-то агрегациями, категориями. И таким образом позволяет нам лучше понять происходящее, принять какие-то там решения быстро и оценить тенденции, как у нас развиваются события. Вот это главная цель. И мы начали постепенно к этой цели неторопливо приближаться в первой части. Если вы её ещё не смотрели, то сейчас, наверное, лучше поставить на паузу и просмотреть всё-таки первую серию. Вы её легко найдёте на моём канале на YouTube. Кстати, не забывайте подписываться, лайкать и репостить. В первой серии мы обсуждали оценку среднего значения и случайные величины. Ну, а с того места, где прервались, сегодня мы продолжим. Вы, может быть, помните, в первой серии я показывал пример оценки средней зарплаты. И мы выяснили, что среднеарифметическое нам совершенно не подходит. Давайте продолжим разговор как раз на вот этом примере с оценкой зарплаты. Я подготовил табличку. Так, вот у меня база данных. В ней появилась новая табличка с сотрудниками. Туда я добавил миллион строк. Вот миллион сотрудников. Это и есть наши исходные данные. Наше исходное множество, исходная выборка. Давайте посмотрим, что там видно. Вот детальные атомарные данные. Мы опросили миллион человек и по результатам опроса составили вот такую табличку. Миллион сотрудников получают вот такие вот зарплаты. Что можно из этого извлечь? Ну, если не применять никаких математических методов, а просто использовать классический SQL, то мы сразу увидим, что вот столько строк и найдем минимальную и максимальную зарплату. Но этого нам, наверное, будет недостаточно, чтобы оценить, какие зарплаты в этом городе и какие там зарплаты хорошие, плохие. Надо как-то эту выборку исследовать поподробнее. После просмотра первой серии мы умеем правильно оценивать средние значения. И когда мы с этими знаниями подойдем вот к этой табличке, мы выясним также, что средняя, в смысле, медианная зарплата 129 рублей. И вот именно с ней и имеет смысл все сравнивать. То есть половина миллиона сотрудников получает большую зарплату, полмиллиона меньше. А также мода. Мода тоже интересна. Это самая популярная зарплата. Самая популярная зарплата в городе, где мы проводили опрос, 90 рублей. Хорошо. И теперь продолжим дальше наше исследование. Мы умеем оценивать средние значения выборки. А теперь давайте оценим позицию разных значений в этой выборке. Я предлагаю такую вводную. Вот мы получаем, допустим, переехали в новый город и устроились там на работу. И нам назначили зарплату 150 рублей. Надо это оценить. 150 рублей это успех или это позор? Хорошо это или плохо? Вот я живу в Москве и москвичи оценивают успешность по простому довольно критерию. Вы в Москве считаетесь успешным человеком, если ваш ежемесячный заработок превышает стоимость одного квадратного метра вашего жилья. Вот в вашей квартире, в которой вы живете, сколько стоит квадратный метр. И вы должны зарабатывать в месяц больше. Если зарабатываете меньше, значит вы неудачник. Но это в Москве такие критерии. А в других городах, наверное, как-то по-другому люди друг друга оценивают. И как именно мы не знаем. Но у нас есть вот эта вот большая выборка статистическая. И по ней мы можем определить нашу позицию вот в этом множестве. И оценить, где же в этом городе начинается хорошая зарплата, где плохая зарплата, на что соглашаться, на что не соглашаться. Вот это глобальная задача на сегодняшнюю серию. Оценить позицию какого-то значения во множестве. Сколько получают успешные люди, сколько зарабатывают нищеброды. Итак, пока мы сумели что? Медиану посчитать. Ладно. Кстати, давайте я ее сразу же посчитаю. Эту самую медиану. Мы в первой серии множество способов придумали, как медиану рассчитать. Ну, самый такой простой, чтобы не писать никаких конструкций, а просто вызвать функцию. Самый простой способ это использовать функцию перцентайл. Она у нас в двух вариантах. Ну, например, перцентайл дист. Медиана — это значит середина выборки 0.5. И помните, у этой функции необычный синтаксис. Microsoft хотел сделать эту функцию, работающую с группами, но не доделал. И оставил ее оконной. То есть она фактически работает как оконная функция, но синтаксически она имитирует работу с группами. Поэтому критерии, по которым вы считаете медиану, надо не в секции over писать, а в within group. Но секция over все равно нужна, хотя бы даже пустая. Она нужна синтаксически. Перцентайл диск. Запускаем. Но эта функция, мы помним, работает довольно медленно. Она как раз вот потому, что она выводится вместе с исходными значениями. То есть вот эта медиана, она много-много раз, миллион раз с каждым сотрудником вместе выводится. Но нам это, наверное, не нужно. Поэтому давайте мы возьмем топ-1. И получим медианную зарплату. Вот, получили. Действительно, 129 рублей. Хорошо. Ну, если мы получаем 150, то сразу можно сделать вывод, что это, в принципе, неплохо. Потому что наша зарплата уже больше медианной. Хорошо. Но обратите внимание, что распределение очень несимметричное. И есть в городе люди, которые получают значительно больше, чем общая масса. То есть правая часть от медианы, она такая, очень изогнутая. И нам, конечно, хотелось бы понять, а входим ли мы в число элиты. Или же все-таки мы хоть и немножко больше получаем средние зарплаты, но все равно находимся в общей массе. Вот, как это оценить? То есть я точнее хочу узнать. Ну да, зарплата больше медианной. А точнее, это хорошо или плохо? Пока непонятно. Первое, что приходит в голову, можно взять вот эти половинки и тоже их поделить на части. На большее количество частей. И посмотреть, в какую часть мы попадаем. Пока мы только выяснили, мы попадаем в верхние 50% населения или в нижние полмиллиона. Ну, давайте поделим каждую половину еще пополам. А можно, в принципе, потом еще пополам. Только мы не будем это делать рекурсивно. Вот так вот медиану искать методом деления отрезка пополам. Мы будем рассуждать, как принято в математике. А в математике принято так. Есть даже специальные термины для обозначения происходящего. Если мы каждую половину выборки поделим еще пополам, то получим отметку, которая называется квартель. Эти квартели делят миллион сотрудников на 4 равные части по 250 тысяч. И таким образом мы уже более точно поймем, мы находимся в какой четверти. Самой успешной, самой неудачной или там где-то возле медианы. Хорошо. Но, опять же, если мы попадаем даже в верхний сектор, то непонятно, наша зарплата, она находится вот в этом вот длинном отрезке или все-таки в общей массе. Хочется поделить на еще более мелкие кусочки нашу выборку. Такое в математике делается и называется это квантиль. Вы можете не просто 25% или 50% взять к рассмотрению, а вообще любую долю. Вы можете поставить вопрос так. Какую зарплату получают 1% самых высокооплачиваемых сотрудников? То есть, эта вот доля, она может быть, в принципе, любой. И, кстати, именно это и вычисляет функция percentile. На вход вы подаете долю, которую отсекает значение, возвращаемое вам этой функцией. Ну, медиана, естественно, удобнее всего. Сразу видите среднее значение. Квартель, вот эти четверти, они тоже важны. И они нам понадобятся еще в третьей серии, когда мы будем оценивать форму распределения. Но этого всегда не хватает. Надо поточнее разбивать. Ну, например, давайте разобьем на 10 кусочков. Это называется децели. Кстати, не удивляйтесь, вот эти вот термины квартель, квантиль, децель, они имеют множество вариаций и по произношению, и по написанию, и даже по роду. Вам будут встречаться книги по масс-статистике, ну, или просто в разговоре, вы будете слышать, как эти слова относят к разным родам, то к мужскому, то к женскому, а то и к среднему, и по-разному ставят ударение. Вот, не удивляйтесь, ну, так вот есть, да. Итак, можно разделить множество на децели, и тогда мы уже увидим, ага, те, кто попадают в последний децель, вот те самые крутые, потому что они очень сильно отличаются от основной массы. Вот, начиная с 292 начинается зарплата уже такая завидная в этом городе. А можно еще точнее поделить? Можно поделить на сотые части. Вот это процентили. Ну, и опять же, там по-разному это бывает в мужском роде, в женском, перцентиль, центиль. Если прямо с английского копировать, то перцентиль, конечно же, перцентайл, перцентиль должно быть. Но говорят на Руси совершенно по-разному, не удивляйтесь. Процентиль уже дает достаточно точное разбиение, чтобы дальше это дело не дробить, и для человеческого восприятия уже, в общем-то, все понятно. Вот последний процентиль, то есть 1% самых высокооплачиваемых людей получают зарплату, начиная с 904 рублей. Вот это уже круто, вот к этому надо стремиться. И если вы такой зарплаты достигли, попали в последний процентиль, то все, можно уже успокоиться и расслабиться. Ну а самые нищеброды, 1% беднейшего населения получают всего 32 рубля или меньше. Вот такие вот дела. Все эти деления вы можете выполнить при помощи двух вариантов функции перцентайл. Эти функции принимают на вход желаемую долю, ну, квантиль, и показывают вам границу заработной платы, которая отсекает тех, кто получает меньше, от тех, кто получает больше. Ну, давайте посмотрим. Квантиль 0,5 это медиана. Ну, а вообще-то я мог бы точно так же вычислить дециль, квартиль, процентиль. Вот, например, давайте квартели посмотрим. Сейчас мы поделим на 4 равные части. Ой, только я почему-то 0,25 написал, 0,75, конечно же. Вот сейчас мы поделим миллион сотрудников на 4 равные части и посмотрим, где проходит граница между ними. И будем уже лучше представлять, как, с чем надо сравнивать нашу зарплату. Ну, то есть в бытовом плане вот эти процентили дают нам критерии для сравнения, для оценки себя. Вот так, давайте еще поточнее, давайте еще посмотрим дециль и процентиль. Сейчас мы узнаем, сколько получают 10 и 1 процент самых успешных людей в этом городе. Вот это все делает функция перцентайл. Она показывает нам значения, с которыми нужно себя сравнивать. Этих функций у нас две. Перцентайл диск и перцентайл конт. Они делают одно и то же, в общем-то. Разница только в том, что перцентайл диск всегда возвращает вам реально существующее значение в нашей выборке. То есть функция диск, дискретная, она считает, что распределение зарплат дискретно и зарплата не может быть между какими-то двумя соседними существующими значениями. То есть если два сотрудника получают один 100 рублей, другой 99. Вот только такие зарплаты возможны. И она всегда вернет вам либо 100, либо 99. Но не будет вычислять между ними какие-то промежуточные значения. А перцентайл конт, в общем-то делает то же самое, только считает, что ваше распределение непрерывно, континуус, и может вернуть вам значение более точное, но не совпадающее ни с одной реально существующей зарплатой, то есть лежащей где-то посередине. Так, ну вот я получил децили, процентили, и таким образом получил возможность хороших критериев для сравнения Давайте я покажу разницу между вот этими двумя вариантами. Мне, наверное, понадобится табличка поменьше. Давайте возьмем, вот я тут подготовил таблички с числами. В этих табличках просто идущие подряд числа. Ничего интересного, я это сделал просто для того, чтобы показать работу функции. Вот в этой табличке, например, числа просто от 1 до 10. Вот, посмотрите. Обратите внимание, что число строк здесь четное. То есть, если я буду искать, к примеру, медиану, то медиана, она где-то между пятеркой и шестеркой. Вот так вот делится пополам. Это множество. Но в этом множестве нет значения пять с половиной. И вот в этом-то как раз различие этих двух функций. Давайте я попробую найти медиану в дискретном распределении и найти медиану в непрерывном распределении от 1 до 10. Так. Ну вот. При дискретном распределении мы всегда получим левую медиану. То есть число, которое чуть меньше серединки. Если число строк нечетное, то мы получим серединку и это будет совпадать с тем, что будет возвращать перцентал кант. А если число четное, то здесь можно получить дробные значения. перцентал кант считает среднеарифметическое между левой и правой медианой. Ну вот пять с половиной. Но такой зарплаты как бы нет. Вот в чем разница между этими двумя функциями. Так. Хорошо. Пока мы не очень сильно углубились в все вот эти дела по сравнению с предыдущей серией, мы просто поподробнее посмотрели на функцию перцентайл. и узнали, что она может вернуть нам дискретное значение, левую медиану, а может вернуть значение из непрерывного распределения. В любом случае, вот эта функция в том или ином варианте, она работает по большому счету так. Мы на вход подаем процент какой-то. то есть мы говорим покажи мне 10% от выборки, границу 20%, 25%, 99% мы подаем какое-то процентное значение и получаем значение из множества, вот эту вот засечку на оси. Получаем конкретную зарплату. Но более интересен нам обратный вопрос. Обычно медиана это хорошо, а вот всякие процентили, децили, квартили уже гораздо реже нужны. чаще нам нужно решить задачу обратную, то есть не из процентов получить значение, а наоборот. Собственно так и обстоят дела в нашей вводной. Мы договорились, что нам уже какую-то зарплату предложили и нам надо по этой зарплате понять, хорошо это или плохо. И здесь нерационально будет вычислять процент или децили и прочее. Мы будем их вычислять итерационно несколько раз, пока не поймем, какое же место мы занимаем в множестве. Но хочется эту задачу решить прямо сразу. На вход подать заданное значение зарплата 100 рублей и получить ответ сразу в процентах. То есть мы входим в 10 процентов самых богатых людей или в 1 процент элиты. Вот так. И для этого у нас есть две функции. Они обычные оконные, то есть там нету синтаксиса within groups, они нормальные. И эти функции решают вот именно эту задачу. Разница между ними незначительная, по большому счету они делают одно и то же. Они позволяют нам от конкретного значения, конкретной выборки перейти к доле. Ну, давайте я их продемонстрирую. Обе эти функции. Первая функция cumdist по-русски наверное она называется интегральное распределение commutative distribution. И она проще для понимания. Я ее покажу как раз на примере вот этих простых табличек. Итак, вот у меня имеется 10 чисел идущих подряд. Такая простая выборка. Я хочу понять по вот этим вот числам 1, 2, 3, 4, которые содержатся в выборке какую долю из этого множества они ограничивают. Именно это делает функция cumdist интегральное распределение. В качестве параметра вы не передаете ничего. Это оконная функция. Но в секции over указываете критерий сортировки. Критерий упорядочения. Запускаем. Читать результат этой функции нужно так. Число 1 и оно это число ограничивает долю в 10% от выборки. То есть чисел в этой выборке равных 1 или меньше 0,1. 0,2. Двойка то есть вот эти вот цифры 2 и все что ниже это 0,2 от всей выборки. Числа от 1 до 5 это 0,5 процентов половины от всей выборки. И самое старшее значение в множестве оно всегда единица. Потому что числа меньше или равные вот этому самому старшему они естественно 100% множество представляют. Вот так. То есть это доля от всего множества значений которые меньше или равны текущему. Ну давайте чтобы это лучше почувствовать я на еще более простых табличках это покажу. Вот у меня есть табличка где просто число 1 ну число 1 оно занимает 100% выборки и поэтому единичка. Хорошо. Теперь давайте посмотрим два числа одна единица и одна двойка. Вот в этой табличке у меня два числа. Ну и понятно что число номер 1 оно занимает половину выборки 0,5 ну а меньших просто нет. Хорошо теперь давайте две двойки посмотрим одна единица две двойки функция cumdist ищет значения меньше или равные текущему и смотрит какую долю они занимают число единицы занимает треть вот а двойка и все что меньше то есть единица тоже вот это вот все двойки и все что меньше занимает 100% выборки давайте еще вот табличка в которой еще есть три тройки ну вот тут я думаю понятно значение меньше или равной единичке занимают вот такую долю значение меньше или равной двойки занимают половину вот так вот это вот интегральное распределение очень похожим образом работает функция процентный ранг давайте вернемся к числам от 1 до 10 можно приближенно так примерно представить что функция кум дист она включает текущее значение а процентный ранг не включает ну это если приближенный сейчас я покажу вот процентный ранг рассчитывается таким образом берутся числа не меньше или равные текущему а строго меньшие строго меньшие и рассчитывается их доля но не от всех 10 строк а от 10 минус 1 чисел меньше единицы нету поэтому процентный ранг нолик сколько у нас чисел меньших чем 2 1 единичку делим на количество строк минус 1 единичку делим на 9 1 9 это 1 9 сколько у нас чисел меньших строго меньших трем их 2 2 строки таких 2 в числителе и делим на 9 на число строк минус 1 получаем получаем вот такое 0 2 обратите внимание на знаменатель этой дроби знаменатель это всегда число на единичку меньше чем число строк то есть 9 и поэтому по этой причине чем мы быстрее чем дальше мы приближаемся к концу таблицы тем больше мы будем приближаться к единице и в конце концов последнее значение у нас единичка там и там то есть закончится эти функции могут одинаково давайте еще посмотрим пример с простыми числами таблица из-за одной строки ну тут все просто у первой строки в таблице всегда процентный рэнк равен нулю ну потому что числитель разным нулю число строк меньше текущей 0 хорошо добавляем сюда двоечку ага как рассчитывается для второй и последней строки процентный рэнк мы делим число строк меньше 2 1 на число строк в таблице минус 1 тоже на 1 1 делить на 1 это 1 хорошо обе эти функции они делают как бы ранжирование такое то есть одинаковые значения получают и одинаковый процентный ранг и одинаковое интегральное распределение ну это правильно для того они сделаны чтобы можно было вот так вот хитроумно ранжировать сотрудников по зарплатам например так вот в этом примере обратите внимание на последнее значение процентного ранга он может быть не обязательно единичка но он будет к единичке там стремиться приближаться конечно но не обязательно он будет равен единичке в знаменателе всегда число строк в таблице минус 1 а в числителе число строк имеющих меньшее значение чем текущее то есть в числителе одна строка от знаменателе две строки вот так давайте еще пример вот здесь тоже процентный рэнк до единички не дошел потому что в конце таблицы у нас тут значение видите повторяющиеся на больших выборках на больших выборках можно примерно считать что эти две функции ограничивают наше конкретное значение справа и слева сейчас я покажу это на картинке сразу будет все понятно вот смотрите приложим это к нашей таблице с миллионом сотрудников мы можем выбрать из этого миллиона сотрудников которые получают ровно сто рублей и окажется что таких сотрудников вот столько давайте мысленно попробуем вот этот график выпрямить сделать одномерным то есть просто миллион сотрудников в одну горизонтальную ось вытянуть и вот этот красный кусочек на этом новом графике он будет показывать как раз людей которые получают зарплату 100 дальше пойдут люди которые получают зарплату больше 101 102 103 ну а до этого меньше так вот давайте теперь посмотрим где проходит граница между вот этими вот сегментами какая доля людей получает зарплату больше какая доля людей получает зарплату меньше сейчас следите внимательно за руками если вы будете использовать процентный ранг и кумулятивное распределение то можно считать что кумулятивное распределение показывает вам на конец вот этого интервала ну строго говоря показывает на прямо на последнее значение этого интервала и показывает вам таким образом долю тех кто получает меньше или столько же процентный ранг он показывает вам на отметку близкую к началу этого интервала примерно можно считать что те кто получают меньше если посчитать строго то мы увидим что для того чтобы получить интегральное распределение север поступает так он смотрит сколько народу зарабатывает столько же или меньше вот это будет числитель дроби и делится это на общий размер таблицы и таким образом получается вот такое интегральное распределение доли тех кто получает 100 рублей или меньше процентный ранг его понять немножко сложнее потому потому что там знаменатель сложный и это может немножко запутать смотрите какая история с процентным рангом процентный ранг считается так мы смотрим сколько народу получает меньше и сколько всего народу но не делим одно на другое если бы мы делили одно на другое у нас получилось бы кумулятивное распределение от 99 рублей но нет процентный ранг дает другое значение мы делим число людей получающих меньше 100 на число сотрудников минус один вот конечно получается число очень очень похожее на кумулятивное распределение от предыдущей зарплаты вот примерно так но все-таки оно будет немножко сдвинуто вправо но чем больше у вас выборка и чем она так скажем равномернее тем меньше эта разница будет но если бы процентный ранг считал бы строго тех кто получает меньше 100 рублей то тогда он был бы не нужен потому что есть интегральное распределение можно было бы взять зарплату на единичку меньше и посчитать то же самое вот такие дела так ну надеюсь понятно давайте я посчитаю процентный ранг для нашей таблички с зарплатами и интегральное распределение ну процентный ранг он меньше чем интегральное распределение должен быть поэтому давайте я их местами поменяю вот так эти функции напомню реализованы как обычные оконные функции и у нас смотрите процентный ранг начинается с нуля кумулятивное распределение с нуля никогда не начинается оно не может быть равно нулю потому что оно включает текущее значение там хоть что-то да попадает в числитель вот а в процентном ранге нет не так ну а в конце нашей таблички смотрите кумулятивное распределение единица это всегда так у интегрального распределения последнее значение всегда один то есть сто процентов людей получают вот такую зарплату или меньше ну а вот это вот интегральное распределение можно оценивать так что вот столько 99 и дальше процентов людей получают зарплату меньше примерно так примерно потому что чтобы сказать точно вы должны посмотреть на интегральное распределение предыдущей зарплаты но если вы ее знаете если она вам видна или задана вы можете выдать вызвать кумдист от 1266 рублей и получите точное значение точное значение сколько сотрудников получают зарплату меньше максимальной но если вы не знаете то вам будет удобнее вызвать функцию персентрент вы получите число очень очень похожее вот на это которое можно примерно считать что показывает действительно такой процентный ранг ну вот это был непростой момент многие путаются как работают эти вот функции персентрент и кумдист ну а теперь момент самый интересный как это применить на практике вот мы поняли теперь с процентелями всякими децилями как работать и обратную задачу как решать как из конкретного значения получить вот эти вот процентили и децили а как это применять на практике ну на практике применять понятно как для относительного ранжирования внутри какой-то выборки внутри какого-то множества и таким образом вы например можете решать озвученную ранее задачу то есть сравнить вашу зарплату объективно объективно с учетом вашего окружения объективно оценить ваше расположение во множестве вы постоянно с такой задачей сталкиваетесь в интернете ну я например постоянно вижу у себя в соцсетях в лентах вот такие вот картинки постят мои френды пройди тест на интеллект и узнай что ты умнее чем 99% всех ныне живущих представьте что вы проектируете вот такой тест вам нужно написать сервис который вот так вот рассчитывает айкью ну айкью рассчитать несложно это собственно сам тест задает а как рассчитать вот этот процент мы умнее чем сколько процентов на земле вот как такой селект написать вот для этого вам и понадобятся две последние функции кум дист и персен трэнк вот для решения подобных вот задач насколько вы умнее среднего россиянина вот это еще более интересная постановка вопроса одно дело посчитать сколько процентов всех россиян вы обогнали по интеллекту а другое дело среди них вычислить медиану медианного по интеллекту россиянина и сравнить относительное смещение от медианы вот такие изощренные формы может принимать эта задачка ну что я вам рассказываю вы наверняка много раз вот с этим сталкивались и эти тесты на интеллект уже всех замучили наверное хуже этого только тесты типа какой вы грипп популярные штуки и тому подобное ну так вот вернемся к инженерной постановке задачи как нам надо как решить как написать select который покажет вот эти вот проценты и интересный момент что использовать интегральное распределение или процентный ранг вот как правильно поступить это вопрос на самом деле такой неочевидный даже если вы понимаете поняли что такое как считается процентный ранг и вот это интегральное распределение все равно выбор он представляет собой отдельную задачу неспроста у нас есть две вот этих функции могли бы ведь мы обойтись одной какой-нибудь считать все время интегральное распределение и все а зачем их две придумано это конечно неспроста ну и мы сразу будем зрить в корень вспомним принцип Тайвина Ланастера который мы осваивали в предыдущей серии у процентного ранга и интегральное распределение разные задачи разные задачи и под каждую из этих задач подходит вот только один из этих инструментов процентный ранг хорош в тех случаях когда вы хотите показать клиенту его превосходство вы хотите например ему польстить чтобы он продолжал кликать на вашем сайте на ссылочке и надо показать ему как он умен вот если вы хотите дать ему такое превосходное сравнение то есть он умнее чем сколько то вот вам нужен процентный ранг ну или такой вот вариант не показывать не тех кого он обогнал а то множество в которые он вошел вы в числе 013 процентов исключительно умных людей планеты процентный ранг он несет позитивную такую нагрузку он повышает самооценку то есть чтобы показать клиенту как он крут используйте процентный ранг чувак да ты умен да ты успешен твоя зарплата превышает 90 процентов населения нашего города ты молодец другое дело если вы хотите понизить самооценку ну например вы продаете книги для прокачки памяти для тренировки интеллекта и у вас там на сайте тест который должен показать человеку как он нереально туп чтобы раскрутить его на покупку вашей книги и вот тогда вам нужно брать не нижнюю границу интервала с IQ который показал этот человек в тесте а верхнюю границу чтобы показать ему что он не в числе умнейших а в числе тупейших людей планеты вот для этого нужно интегральное распределение ну или вычесть из единицы чтобы показать тех кого он не догнал по интеллекту интегральное распределение оно устроено так что вы оказываетесь в нижней части рейтинга ну как бы в нижней части выборки а процентный ранг он вас забрасывает верхнюю часть выборки вот так так что используйте решение это используйте эти функции две адекватно вашим задачам так и теперь давайте традиционное наше развлечение функции процентный ранг интегральное распределение процент или они появились в микрософтовской субд в 2012 версии да я все примеры показываю на микрософтовском сиквел сервере вы делаете на это поправку то есть если у вас там оракол то эта штука у вас еще и раньше работала да и работала там побогаче поинтереснее если у вас майскуэль там или что-то такое то такого у вас там еще пока нет ну наверное скоро будет итак вот есть функции которые наши задачи решают а как быть если у меня старая версия сиквел сервера или вообще какая-то древняя суббд как эти функции можно реализовать значит функции с процентелями и интегральным распределением и рамком ну давайте посмотрим давайте для начала представим что все-таки у нас имеется ранжирование в нашей суббд ранжирующей функции ну они давно уже появились и в большинстве промышленных суббд это они конечно есть итак если ранжирование все-таки хоть какое-то у вас есть давайте на простой табличке на числах от 1 до 10 сначала посмотрим давайте я для удобства оберну это в табличное выражение так хочу посчитать какое-нибудь интегральное распределение например или процентный ранг если у вас есть ранжирование то процентный ранг посчитать совсем несложно он почему называется рангом процентным да потому что он как ранг работает вот смотрите у нас есть обычная ранжирующая функция ранг сиквел сервер у нас 2005 версии работает ну и наверняка если вы работаете с микрософскими технологиями то у вас она есть процентный ранг показывает нам ранг строки и учитывает повторяющиеся значения вот смотрите я возьму табличку где у меня две двойки три тройки и одна единичка видите ранжирование как работает двойки получают одинаковый ранг и тройки получают одинаковый ранг так вот функция person rank она работает очень просто она вычисляет дробь которая считает количество строк у которых ранг на единицу меньше вот такой у которых ранг минус один вот и делит на число строк минус один ну то есть можно записать в числителе должно стоять число строк со значением меньше текущего ну это легко очень получить это как раз ранг минус один вот смотрите у строк в которых значение три у них ранг четыре четыре минус один строки очень просто если вы знаете как работает ранжирующая функция ранг то все понятно должно быть так и знаменатель ну а в знаменателе у нас количество строк минус один и посмотрим что получилось не получилось потому что я сейчас работаю с целыми числами а процентный ранг он конечно дробный давайте его перекастуем к кстати многие вот так пишут не используют функцию каст или конверт а просто делают из складывают с дробным числом или умножают на какую-то дробную единицу это это в общем-то то же самое но такой способ не очень нагляден он не обладает самодокументированием то есть читатель может не понять что вы тут делаете поэтому лучше старайтесь использовать явные вызовы функций каст или конверт явное преобразование типов всегда лучше чем неявные потому что ну во-первых для языков где типизация важна это имеет значение во-вторых для читателя сразу понятно что вы тут делаете вот посмотрите на процентный ранг настоящий и процентный ранг который я тут имитировал через функцию ранжирования ранг переводим ее в долю и получается то же самое так можно выкрутиться на 2005 версии сиквел сервера с ранжированием так а как быть с интегральным распределением теперь я хочу функцию кум дист запрограммировать вот интегральное распределение для моей таблички ее тоже можно выразить через оконные функции и нам тут тоже нужна дробь функция кум дист тоже завязана на ранг ну потому что функция ранг она очень хорошо показывает нам одинаковые значения она им присваивает знаковый ранг это здорово давайте ее снова задействуем вот только мне нужно в числителе получить число строк включающих всю группу с моим текущим значением допустим текущее значение два то есть нужно посчитать вот это число строк а как его посчитать ну надо взять следующий ранг и вычесть единичку следующий ранг и вычесть единичку и будет такое же число строк как то что я посчитал в предыдущем примере ну наверное мне тут под запрос придется сделать давайте я чтобы было покрасивше напишу еще одно табличное выражение в нем будет то же самое только я туда вынесу ранжирование вот так работает теперь вот с этой второй табличкой дальше буду усложнять значит мне нужно из этой таблички взять ранг так вот он и сделать из этой таблички select который выберет ранг чуть больший минимальный ранг но такой чтобы он был меньше текущего точнее больше текущего да хорошо вот я с каждой строки получаю следующий ранг вот например у этой строки ранг 2 а следующей строки за ней 4 но проблема с последними рангами с последними строками у них же нет большего ранга поэтому давайте давайте функции из нул посмотрим если такого ранга нет то берем количество строк вообще в таблице ну как количество строк вообще посчитать наверное там надо еще один под запрос написать отлично так что это за колонку такую хитроумную я получил давайте еще раз посмотрим вот эта колонка показывает следующий ранг вот для следующей секции у строки номер 2 у нее ранг 2 у следующей строки тоже ранг 2 а вот когда пойдет следующее значение там уже будет ранг 4 то есть это значение нужно вытащить да все верно ну а для строк с последним рангом берется общее число строк то есть я получил числитель в числителе у меня получается что число строк которые имеют такой же ранг или больший да минус один забыл вот так вот почему минус один потому что нужно же все таки формулу число строк передать не ранг следующий а минус единичку число строк которые имеют меньший ранг вот все числитель сформирован отлично ну со знаменателем очень просто знаменатель это просто число строк ну и не забудем перекастовать это к дробному значению вот сошлось вот это реализация интегрального распределения через законные функции ну получилось конечно не так красиво как процентный ранг но вполне понять можно то есть это не такая мозголомная задача как в первой серии мы медиану вычисляли без ранжирования да а кстати процентили вот еще функция с процентилями давайте посмотрим как ее выразить я уже показывал в первой серии как можно медиану считать ну там были страшные способы и они более-менее стали простыми когда мы задействовали ранжирование ранжирующие функции вот как вычислить медиану так вот медиана ну давайте сначала сымитируем модель непрерывного распределения percentile count percentile count с параметром 05 очень просто найти мы это делали в первой серии давайте сделаем так возьмем наших сотрудников и запустим два простых ранжирования даже точнее две простых нумерации одна будет идти по возрастанию зарплаты другая по убыванию вот так эта нумерация идет по возрастанию зарплаты а вот эта нумерация идет по убыванию зарплаты и там где они встретятся там у нас и будет медиана только учтите две вещи во-первых во-первых сортировка вот это вот должна быть детерминированной то есть если у вас медианных зарплат много у нас например много у нас 6000 с лишним человек получают 129 рублей то внутри вот этих 6000 может быть сортировка совершенно неоднозначная и она может пойти так и скорее всего она пойдет так что не сойдутся вместе внутри этой секции номера ну сейчас я покажу так и второй момент ранжирование и в том числе row number срабатывает уже после того как отработала вся фильтрация то есть секция в грубая и хэвинг они уже отработали и вот потом срабатывает ранжирование поэтому если вы по нему хотите фильтровать а я как раз хочу то надо либо под запрос в секции from написать либо запихнуть это в табличное выражение например вот так 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 и мне нужно либо совпадение либо очень незначительное расхождение не больше чем на один номеров идущих по возрастанию и номеров идущих по убыванию сейчас у меня сортировка недетерминированная поэтому может быть я ничего не найду или найду слишком много этих значений ну да вот ничего не нашел давайте ее детерминированной сделаем внутри групп с одинаковой зарплатой будем сортировать по идентификаторам по первичному ключу и так чтобы они тоже шли навстречу друг другу ну чтобы было была точка где сойдется эта нумерация так ну вот оказалось четное миллион четное число сотрудников поэтому я получил две медианы ну они в одной группе лежат они одинаковые а мог бы получить разные медианы левую медиану и правую в этом случае мы берем среднее значение имитируем поведение функции percentile cont с непрерывным распределением запускаем так это еще этот поиск медианы он работает еще и быстрее чем функция percentile cont как это не странно так это мы сымитировали поиск медианы а как искать любой процент или как искать медиану дискретную здесь такой вариант могу вам предложить давайте будем использовать функцию ранжирования entile entile делит множество на заданное количество секций секций если вы хотите найти скажем квартель то делим на четыре секции вот так вот и самое большое число в первой секции это будет у нас нижний квартель а самое маленькое число верхней секции это будет верхний квартель так смотрите при ранжировании функции entile первое число секции номер один получает младшая четверть меньшая четверть где с половиной тысячи строк должно получиться да это люди с самой маленькой зарплатой и вот среди них самая большая зарплата это и будет левый первый квартель ну а можно было взять n равный двум и минимум посчитать вот таким вот образом вы можете при помощи ранжирующих функций начиная с 2005 версии считать процент или например дец или там на 10 делим процент или на 100 делим в общем вписываете сюда квантиль которая нужна и давайте посмотрим сколько нужно получать чтобы оказаться в топ 1 процент последняя самая старшая секция будет у нас иметь номер 100 и начинается с 904 до 904 рубля и выше получает 1 процент самых успешных людей в нашей выборке вот такие дела но это все работает в том случае если есть транжирующие функции если сейчас до сих пор используется множество с убд где ранжирующих функций нету вообще и поэтому может быть вам придется реализовывать работу с процентелями с интегральным распределением вообще без ранжирования а при помощи старых добрых джойнов под запросов и тому подобное но давайте я тут уж мучить вас не буду давайте мы это оставим на домашнее задание у нас с некоторых пор все ролики на нашем канале оснащаются домашним заданием если эта тема вам интересна и если вы хотите получить мой комментарий по тому как вы справились вы пожалуйста решите эту домашку и напишите ответ в комментах прямо на ютюбе прям под этим роликом пишите в комментариях а я буду это дело мониторить и комментировать ваши ответы попробуйте пожалуйста без ранжирования безо всякого ну представьте что у вас сиквел сервер двухтысячной версии или там mysql какой-нибудь старенький вычислить квантиль процентный рамк и интегральное распределение вот ну а нам надо уже постепенно закругляться мы немножко продвинулись в этой серии напомню что мы научились в первой серии мы правильно оцениваем среднее значение множество а теперь мы еще умеем нашу позицию в этом множестве правильно оценивать относительно всего вот этого множества это очень круто это удобно ну и помните про понижение повышение самооценки в результатах айки у теста куб дист или персент рэнк но все равно это еще только самое начало математической статистики теории вероятности и дальше у нас будет более интересные вещи нам надо оценить форму нашего распределения это тоже очень полезно и мы в следующей серии об этом узнаем а самое интересное это конечно вероятностные модели которые позволят нам осуществлять всякие дата майнинг предсказания будущего и и другие модные вещи которые сейчас очень популярны поэтому пожалуйста подписывайтесь на мой канал на ютюбе обязательно добавьтесь в друзья я во всех сетях легко нахожусь по своему имени ну и конечно же приходите к нам учиться в учебный центр специалист где мы вот это все будем изучать вот эти вещи и еще более сложные и интересные курсы по sql курсы по анализу данных заходите и пожалуйста записывайтесь 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 и Продолжение следует...